Всем привет, друзья! Наконец-то начинаю снимать влоги, давно ничего не было, потому что, ну, я сидела дома, болела, и решила, что не буду снимать, как бы нечего было снимать, и готовить ничего не хотелось, и, ну, короче, вот так вот как-то, ну, кто подписан на инстаграм, тот видел, чем я занималась, что я делала, как я страдала. Но по поводу своего состояния здоровья, если кому-то интересно, чувствую себя отлично, у меня в понедельник, по-моему, резко такое стало улучшение, я начала слышать запахи, чувствовать все вкусы, сначала отдаленно, теперь уже хорошо чувствую, прямо, знаете, вот я резко стал чувствовать себя лучше, и сейчас у меня все отлично, нет вообще ничего из симптомов, кроме вот, ну, периодически я просыпаюсь с небольшим таким заложенным носом, но это я еще думаю из-за того, что в квартире стало очень холодно, как бы отопление еще не дали, и у нас реально зябка дома, и, ну, такое вот бывает. Ну, я капаю, кстати, сейчас нос вот этим, ног-спрей, классный такой спрей, я сначала пользовалась солевым, но он переставал помогать, потому что он такой очень слабый, именно когда у меня сильная была заложенность носа, а вот ног-спрей, прям он моментально приводит нос в порядок, поэтому вот рекомендую его. Сегодня я записалась, на сегодня записалась к семейному врачу, для того, чтобы рассказать всю свою историю, спросить, что делать, нужно ли сдавать кровь на антитела, думаю, что повторный тест уже делать, наверное, не буду, ну, как бы, и мы с мамой так решили, хоть Самуэл и передал ей еще один, но мы решили, что он ничего не покажет, если тот не показал в диасервисе, то и этот тимпачи не покажет, это будет просто переводняк теста, как бы, оставим его на всякий случай. Просто расскажу все врачу, спрошу у него, что делать, нужно ли смотреть легкие, хотя, думаю, что тоже это лишнее. Хочу сегодня рулет меренговый очень сильно приготовить, прям, я давно его хотела сделать, как-то уже делала, и у меня не получился, и я дала себе слово, что попробую еще, и что он должен будет у меня получиться. И еще там во дворе у нас сейчас очень пусто, там вообще никого нет, и там из дерева красивое, с очень красивыми желтыми листьями, хочу на них пойти посмотреть, может, пофотографировать, ну, там вообще ни единой души нет, даже с детьми почему-то сейчас не гуляют, наверное, слишком холодно. Ну, и как бы все, наверное, в школе и в садике, это логично. Так что я собралась, такая довольная, взяла маску, все, сейчас пойду к врачу. Пешочком пройдусь, потому что амбулатория здесь рядом. Пишите, как вы там, как вы себя чувствуете, как у вас вообще ситуация сейчас. У нас как-то, так знаете, не очень настроение именно в городе, по знакомым, так все, знаете, напряжно, если честно, с этим. Ну, потому что многие сейчас просто чем-то болеют, и, конечно же, если ты малейшим чем-то болеешь, тебя сразу считают заразным, тебе сразу приписывают коронавирус. Понятно, что нельзя этого исключать, но такая, знаете, обстановка накаленная, это, конечно, ну, расстраивает, и так все как-то. Ну, что, я думаю, все наладится, все будет хорошо. Главное, что я себя отлично чувствую, думаю, что на следующей неделе, дай бог, я уже поеду на стретчинг, наконец-то. Я списывалась с Йога и Спейс, я им писала, можно ли заморозить абонемент. К сожалению, у них такой функции нет, они сказали, что у меня до 5 или 6 ноября еще 10 занятий, за которые заплатила, что можно отрабатывать у Юли, но я все, конечно же, не смогу отработать, поэтому какие-то занятия просто выпадут, и деньги пойдут на ветер, к сожалению. Ну, так вот случилось, и, ну, я же не виновата, я же не могла ходить, поэтому, как все решу, тогда уже и пойду, тоже надоело уже сидеть, ничего не делать. Что дома мне тяжело себя заставить растягиваться, это однозначно. У меня, кстати, сегодня просто какие-то 80-е, и не знаю, так ли точно одевались 80-е, но вот чем-то мне мой образ напоминает. Наверное, больше всего это джинсовка вот эта вот объемная и хвост на пушистой резинке высокий, потому что я видела, что носили объемные эти вот резинки раньше. Вообще, очень ее люблю. Напоминаю, что она приходила мне от Faberlic, эта резинка пушистая. Вот, и там еще, по-моему, черная была, синяя, по-моему, серая. Такие прикольные резиночки, очень классно смотрятся. И да, мне нравится, как смотрятся эти ботильоны с этой сумочкой. Я так давно хотела уже с ней походить. У меня была мысль брать ее в Турцию, но это была глупая мысль, потому что эта сумка не такая вместительная, как черная, и плюс она белая. Жалко было ее замарать где-нибудь, чем-нибудь. Я же говорю, никого. Я просто наблюдаю всю эту картину из окна и могу сразу понять, стоит ли сюда идти или нет. И вот это самое дерево, самое желтое на этой аллейке с красивыми листьями. Я хотела сказать, что у нас здесь буквально пару дней назад машина горела. Я так и не знаю, точно был ли это поджог, но я думала, что, скорее всего, да, потому что иномарка, ну, чаще всего не загорается просто так сама по себе. Это было вообще глубокой ночью, и хорошо, что не задело соседние машины. Ну, наше авто здесь не стоит, но сам факт, что, конечно же, страшно, и какому-то человеку очень не повезло. И у нас это не единичный случай, когда-то еще такое было. У нас на стоянке, там, где гаражи, стоит одно сожженное авто, это очень страшно. Вот это красивое дерево, которое я очень сильно люблю. Я каждый год, по-моему, где-то его фотографирую, делаю с ним фото. И вообще, по-моему, в прошлом году эта аллея была очень желтая. Вот все деревья были желтые, а сейчас, ну, как бы, вот, пожалуйста, только одно. Мы с Лешей разговаривали, он говорит, что в один момент просто, наверное, все листья опадут, и все. Не будет такого, как прошлой осенью. Слушайте, ну так все хорошо начиналось. Только заходить в амбулаторию, надевать маску, у меня рвется один канатик. Я такая, ладно, как-то на одном попробую, рвется и второй. Стало здесь минут до приема, уже даже меньше. Я мчу теперь в аптеку за масками медицинскими. Ну это просто удача. Все так хорошо шло. Ну, что я могу сказать, друзья, наконец-то. Все это кончилось, потому что я сидела в очереди целый час, как баран. У меня была запись на 10.40. Я пришла четко к этому времени, и там оказалось, что люди, которые, ну, раньше меня записаны, еще не зашли. И был дедушка, который записан был на 11. Я сказала, хорошо, тогда я заду я, а потом вы. Ну, что-то промолчал, но я так поняла, что он меня понял. А потом, когда пришло время там заходить мне, он такой встал, пошел и зашел, думал, елки-палки. Потом женщина одна попросилась на одну минуточку зайти. И я уже, я ей уступила, он уже человек такой. Она зашла, я ему, слава богу, она быстро вышла, потому что меня разозлил тот момент с дедушкой. С одной стороны, да, я должна была, наверное, по вежливости пропустить. Но с другой стороны, я записалась на определенное время тоже. И мне сидеть там в этом тесном коридоре, тоже, где все там тучхают, токашют, мне очень было приятно. Ну, я думаю, ладно уже. Короче, я час, час ждала своей очереди, хотя была запись, ну, как обычно. И в кабинете была минут пять. Я все рассказала доктору, все абсолютно. Что я в Турции была, что я пролетела, сделала ПЦР, что я узнала, что контактировала с больным человеком, какие у меня были симптомы. Она с вами, главное, спросила за температуру. Я сказала, что была один раз в 37. Спросила, что мне делать. Она сказала, что на антитела не надо сдавать кровь, типа ты сдала ПЦР-тест, это самое точное, что могло быть. За легкие. Она говорит, я тоже на рентген тебя не буду отправлять, потому что там все сидят с температурой. И в основном мы туда направляем конкретно таких вот прям всех, чтобы ты не заразилась ничем. Ну, то есть легкие. Она сказала тоже не смотреть, только если что-то по самочувствию будет. Она мне спросила, можно ли мне уже выходить на улицу, там, где люди, на свои там занятия есть. Она сказала, уже можешь. Она до этого уточнила, когда я последний раз контактировала с больным человеком, это было три недели назад вообще. Я говорю, да, я вот дома сидела, как бы чисто на полчаса выходила воздухом дышать два раза. Ну, она сказала, да, ты уже можешь ходить. И она мне выписала вот какой-то аскоцин, дикап, вроде дикап, иммунность. Ну, короче, ничего не понимаю, что написано. Три каких-то лекарства для иммунитета, которые где-то месяц я буду пить. Там витамин D, насколько я поняла, еще какой-то витамин. Ну, короче, чисто для поднятия иммунитета. Все окей. Все прекрасно. Никаких тестов делать не надо. Хоть могу уже себе спокойно ездить. Значит, завтра уже поеду на стретчинг, говорят, что мне купят все эти лекарства и начну их тоже пить. Вот такие вот дела. Но на самом деле реально печальненько, потому что вот такая вот больничка, вот такой маленький коридорчик. Одни в масках, другие без масок. Отечно. Вот и пипец. Полный. Я зашла, купила яйца первой категории, миндальные лепестки и миндаль. Тоже это такая была глупость. Я сначала зашла в Сельпо, чтобы купить эти лепестки. И думала, они и в самом Сельпо. Я их там не увидела и купила миндаль. Получается 30 грамм за 30 гривен. Потом смотрю, там есть магазинчик отдельный с сухофруктами, орехами. Ну там турки, видно, держат его. Я захожу и говорю, есть у вас миндальные лепестки? Он говорит, да, есть. И там получается цена что-то 100 грамм 50 гривен. Что-то так. Ну что-то, я не помню. Короче, я говорю, можно мне 50 грамм где-то? И он мне 50 грамм продал за 25 гривен. И говорит, можно я взвешу твой типа миндаль? Я говорю, ну да, давайте. Он взвесил, и ему по цене эти 30 грамм жареного миндаля вышли на 12 гривен. Я такая, ну шо уж теперь делать? Ну хорошо, что я купила лепестки, а это мне на меренговый рулет. Еще купила потом в АТБ 2 упаковки сахарной пудры и сливки 33%. Почему я поперлась в АТБ? Потому что в Сирпо не было таких сливок. Они мне нужны были именно жирные. Я такая не поняла, что тут такое. Все, уже два магазина приходится заходить, чтобы купить то, что тебе нужно. Все, переодеваюсь в домашнее. Включаю свой сериальчик. Крепостнул я смотрю второй сезон. Меня осенило, что второй сезон оказывается есть. Я прям, знаете, вот целыми днями его смотрю, где только можно. Убираю, смотрю, ем, смотрю. Мне очень нравится этот сериал. И буду делать рулет, и буду снимать, наверное, на другую камеру рецепт. Надеюсь, что вы его увидите, значит, что у меня все получилось. Для начала в сухую обезжиренную миску, да, все это знают, отделяем 5 белков от крупных яиц или 6 от маленьких. Добавляем к ним немного соли и чайную ложку лимонного сока. Взбиваем миксером до белого цвета и пены, а после постепенно вводим 200 грамм сахарной пудры. Можно взять чуть больше, но мне хотелось очень нежного вкуса без приторности. В конце нужно добавить около 30 грамм крахмала. Я брала кукурузный и снова взбивала. Должна получиться густая глянцевая смесь, которая при перевороте миски не будет никуда выпадать и стекать по ее стенкам. Выкладываем меренгу на противень с пергаментом, разравниваем. Сверху можно посыпать миндальными или фисташковыми лепестками для красоты и вкуса, а можно пропустить этот шаг. Выпекаем в заранее разогретой духовке до 150 градусов от 30 до 50 минут. Должна получиться красивая хрустящая корочка, а сама меренга будет мягкой. Когда она будет готова, накрываем ее пергаментом решеткой и переворачиваем, и даем полностью остыть. С начинками здесь можно бесконечно экспериментировать по вашему вкусу. Мне захотелось творожного крема, поэтому я перебила крупнозернистый 5% творог, взяла его где-то 200 грамм, и взбила его со столовой ложкой сахарной пудры. После добавила где-то 150 мл холодных сливок, 33% жирности, и снова взбила. Масса получается густая и однородная, и без ванили этому крему не быть. Можете вместо творога брать крем-чий. Мне показалось, что с первым вкус будет легче. Крем действительно очень вкусный получился и легкий. Распределяем его по меренге. Но и это не все. Для вкуса и красоты рулета изнутри я решила добавить немного малины с фруктозой. Она у меня очень густая. Вы можете взять любое варенье, ягоды, какие-то фрукты, или не брать ничего. Главное, чтобы все эти ингредиенты не давали лишней жидкости, иначе все приобретет очень некрасивый, хлипкий вид. Когда выложили начинку, аккуратно сворачиваем рулет. Тут что-то фокус потерялся. И заворачиваем его в пергамент. Убираем в холодильник где-то на 2 часа, чтобы все как-то вот пришло в норму и подружилось. Ребята, ну вы же знаете, как я люблю себя хвалить, когда у меня все получается. Так вот, этот рулет, это божественно. Это вкуснее, чем то, что я ела в кафе. Потому что, когда я ела в кафе такой рулет, хрустящей корочки сверху не было. Ну, наверное, потому что он просто уж долго лежал. Блин, это верх наслаждения. Я бы даже еще чуть меньше сахара добавила. Я просто не знала, что фруктоза настолько сладкая у меня здесь в малине. Я просто забыла. Я как бы ее немножко добавила, но добавила пикантности какой-то. Это очень вкусно. Я прям балду. Я просто люблю Павлову, Безе, вот эти рулеты миреновые. Я рада, что у меня все получилось. Рекомендую рецепт, друзья, готовьте. Вот точно такой же крем делайте с творогом. Он прям обалденный. Оно и легче будет организму, чем сыр, если брать такой кремовый. Ну, как по мне. Ладно, хватит жрать. Еще продублирую рецепт в Инстаграм. Выложу какую-нибудь аппетитную фотографию. Я фотографировала именно корочку вот эту. Для любителей Безе это просто суперфудпорн. Все, на это, наверное, буду заканчивать сегодняшний влог. Я снова пытаюсь как-то войти в режим, снимать видео. Мне должна была прийти посылка от Фаберлик. Вчера еще. Но какая-то задержка, и поэтому она придет через несколько дней. Тоже сделаю обзор. Там примерочка будет, скорее всего. Скоро приедет Леша, пойдет на стрижку, и будем дома сегодня. Поэтому больше снимать вам ничего не буду. Рассказывать тоже. Приходите в Инстаграм, потому что там у меня сейчас море вдохновения. Я снимаю коротенькие видео периодически, выставляю такие, знаете, волшебные. И фотографии, конечно же. Там еще делала пост с подборками фильмов, мистических таких. Думаю, вам понравится. Так что присоединяйтесь. Спасибо за то, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Готовьте рулеты, отмечайте меня в своих историях. Присылайте фотографии. Будет очень интересно посмотреть, какой у вас результат получился. Потому что мне многие писали, что тоже рулет не получался. Нужно просто пробовать и не сдаваться. Оно не получится раз, два на третий получится. Все, увидимся. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова